добрый день это большая честь выступать здесь но я думаю что я повторю предыдущие слайды итак я буду говорить о практическим советом на пути к совершению практических навык и хостет был основателем модели обучения и необходимо было изучать основы хирургического заболевания и потом в лапароскопии другая модель была предложена родной пейтоном она включала демонстрацию когда преподаватель проводит манипуляции без комментарий и затем деконструкции он делит манипуляцию на несколько этапов и проводит медленно каждый этап и вместе с объяснениями затем понимание студента описывает каждый этап манипуляции и описание а может проводиться одновременно или последовательно и осуществление когда студент описывает одновременно и проводит проходят все этапы манипуляции и медицинское образование в россии у нас есть определенные проблемы прежде всего шесть лет в медицинском университете два лета ординатора потом вы становитесь хирургом кроме того три года аспирантуры для получения научного научной степени и нет других официальных возможностей улучшить навыки и знания у нас нет нет подразделения на медицинских онкологов и хирургических онкологов просто два года вы учитесь хирургическая онкология включает много специальностей можно определить направление развиваться в этом направлении каковы ваши ожидания от ординаторства это улучшение навыков вы можете стать вторым хирургом потом независимым хирургом и это теория это ассистирование навыки хирурга здесь описаны навыки хирурга это безопасная операционная методика это один из основных атрибутов которые необходимы для хорошего хирурга необходимо иметь базу знаний клинические возможности принятия клинических решений коммуникационные навыки энергии амбиции и вы должны иметь возможность думать работать под стрессом мне кажется что с все достаточно сложно если мы объективно подойдем вопросы то очень много матриц со сложной методологии и очень сложно для практических хирургов практикующих хирургов извините конечном итоге все эти матрицы составляет кривое обучение конечные точки это временная хирургия количество осложнений прежде всего вы видите обучение хирурга количество осложнений снижается в зависимости от вмешательств вы можете оставаться на этом уровне это будет плато но даже после того как вы прошли кривое обучение большинство хирургов делает ту же самую ошибку анализирую статьи очень трудно понять хорошая или плохая операция но в курсе операции всегда ясно вот хирург та же самая стадия те же самые операция эмболизация резекции ободочные кишки слева хирург работает в эмберионном слое это гипогастрический нерв и качество хирурга даже видно 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 для человека который работа не работает в этой области необходимо ускорить это кривое обучение и также учитывать здоровье пациента и необходимо использовать право десяти тысяч часов когда человек становится профессионалом в бизнесе и существует вам нужно сказать как хирурги учатся как они оперируют но необходимо не только смотреть необходимо смотреть на детали и конечно все любят лапароскопию но нельзя забывать об открытой хирургии лапароскопии это просто хирургический доступ итак что у нас есть для образования прежде всего это моделируем симулирование это на том время человека воспроизведение стадии операции но это очень дорого графика лучшая графика плохая обратная связь сухая лаборатория вы можете работать с реальными инструментами можете сделать это сами работать с биологическими камнями но нет человеческой анатомии нет кровотечения и здесь вы видите разные программы когда вы можете усовершенствовать свои навыки например это набор инструментов это первое упражнение вы должны использовать вот эти окошки и распределить это по двум группам по цветам и вы видите они работают по разному правый инструмент переходят в левое окошечко а левое вправое то есть надо концентрироваться с помощью одной руки вы должны растягивать это с одной стороны а потом с другой стороны еще одна тема это расширение лабороскопические навыки у хирурга прежде всего это веревка кобра затем вы должны определять ошибки затем вот такие как бы горошинки в коробке и третье это ужасные треугольники вы должны использовать вот такое игольное ушко для того чтобы расположить эти кольца в конкретные положения и наверное нет здесь медицинского я думаю медицинского онколога в этом зале извините техническая проблема и это видео показывает как хирург действует каждый раз я когда вижу это видео я просто сидию к сожалению так это невозможно прогнозировать надо быть к этому готовым но вы видите что хирург не находится под стрессом и он мог бы это предсказать предсказать прогнозировать это вот такая мокрая лаборатория здесь у вас есть свежая ткань вы можете моделировать кровотечение и пытаться устранить его вы можете воспроизвести осложнение но это очень дорого другая анатомия это недоступно очень сложно организовать затем морг анатомичка вы видите анатомии вы можете проводить операции но это не регулирован законом это очень дорого биологическое риск существует необходима специальная подготовка к лакопароскопии и не забывайте о программе наблюдения вы получаете различные навыки ну и конечно самое лучшее я думаю это наставничество найдите своего наставника спасибо за внимание на